Вот то, что нам потребуется для сегодняшнего блюда, это щука. Три штучки нам зависит, щука, пожалуйста. Сегодня приготовим рыбные котлеты из щуки. Сейчас еще пойдем на рынок сало купер и приготовим вкусняшку. Сумарок и масло. Так, это дождь. Давай. Ну что, погнали готовить? Практически. А можете побольше кусок дать? Чуть мяса там, ничего. 250 рублей. Чуть свежего. Давай. Ну что, ребят, всем привет. Как вы уже поняли, мы, как обычно, в гаражах. Сегодня приготовим вкусные котлеты из щуки. Это будет обалденный рецепт, который я повзаимствовал в Астрахани, когда бывал. Но об этом все чуть позже. В начале видео, как обычно, минутка пиара. Это магазин имхэдшоп. Казаны и печки, узбекская посуда, газовые печки под казаны и так далее. Ссылочка будет внизу в описании. А при покупке казана и печки шумовка и половник будут в подарок. Ну а для приготовления сегодняшнего блюда, наших щучьих котлет, мы выбрали 3 щуки. В общем, весом 3 200, 3 килограмма 200. Чуть позже разделаем, снимем филе. Также потребуется молоко, батон белого хлеба, 4 яйца, 3 средние луковицы, кусочек сала весом 500 грамм. Чтобы сочные котлеты получились, мука, соль и перец. Нехитрый набор ингредиентов, но я думаю, должно получиться все вкусно. Сами все увидите, так что смотрите это видео до конца. Не забывайте ставить лайк. Ну что, погнали! Итак, приступим. Для начала нам надо разделать щуку. Обязательно ее почистить, вытащить внутренности, отрезать головы, хвосты и снять с нее филе. Как это буду делать, показывать не буду, потому что нету нормального филейного ножа. Филейником это делается все гораздо проще. Мы будем обычным ножом это делать, поэтому потом покажем уже, когда будет готовое филе. Еще хотелось бы заострить внимание на том, как правильно выбрать щуку и вообще свежую рыбу в том числе. Всегда обращайте внимание на глаза. Глаза должны быть светлые. Вот здесь вот эти светлые, а вот этот уже чуть-чуть начинает мутнеть. Но совершенно свежепойманную щуку только можно поймать. В магазине она все равно не совсем свежая. И также советую обратить внимание на жабры. Жабры должны быть ярко-красного цвета. Они не должны быть ни бледные, ни какие-то черные. То есть глаза и жабры это основной показатель свежести рыбы. Эта рыба довольно-таки свежая, нормальная. Так что сейчас ее разделаем и уже включимся, когда я сниму с нее филе. Все, сняли щуки с нашей филе. Откинули тару 60 грамм, ставим и у нас получается кило 126. Это чистого филе, а три щуки весили 3,250, если я не ошибаюсь. Если ты немного аккуратнее чистил, то получилось. Ну да, если бы я был профессионалом и филейный ножик был бы. В общем, кило 200 щучьего мяса. Убираем весы. Теперь что мы сделаем? Следующий этап. Это мы замочим наш хлеб в булку в молоке. Использовать будем приблизительно, сейчас я покажу сколько. Два вот таких вот кусочка будет вполне достаточно. Корки сейчас уберем. Хлеб не выкидываем, у нас там голубь только что видел, где-то голубь гулял. Сейчас голубь ускормим хлеб. Берем 2 кусочка хлеба и заливаем молоком, чтобы он размок. Он напитается вот так вот. Еще чуть-чуть будет достаточно. Ждем, это займет буквально 2-3 минуты. За это время мы перекрутим фарш. Перекрутим сало, щуку через мясорубку и замесим фарш. Также лук, кстати, добавим. Сразу лук порежем. Любыми частями, главное, чтобы он влазил у нас в мясорубку. Не важно как. С салом сделаем то же самое. Сейчас шкуру снимем. Взяли не весь кусок сала, взяли примерно 300 грамм. Две большие луковицы и щуку. Все перекручиваем через мясорубку, делаем фарш. Погнали! Два раза перекрутили фарш, чтобы... Ну, в щуке все равно, она костлявая рыба. Поэтому два раза. Обязательно его солим. Олег, сколько соли? Соль 1,81 жмени. На самом деле соль по вкусу, но надо хорошо посолить котлеты. Здесь все-таки примерно полтора килограмма получилось в общей сложности фарша. Плюс хлеб, я имею в виду, плюс сало. И немножко поперчить. Это обязательно. По желанию можно добавить чеснока или через чеснокодавку, или через мясорубку пропустить, но мы решили без него обойтись. Поперчим немножко. Добавим на такое количество 3 яйца. Будет вполне достаточно. 4 это будет много. А 3 будет в самый раз. Вот так. Хотя можно и 4. Лучше лепиться будут котлетки. 3, давай 4. 4 яйца. И замоченную булку. Практически впитало все молоко. Молоко также можно, остатки сюда. И теперь эту булку просто размять. Можно было так же через мясорубку, но она вот размякла, сейчас все перемешается. И хорошо вымесим фарш. Естественно, ничего здесь отбивать не надо, как на люля-кебаб. Просто хорошо перемешать, чтобы у нас хлеб, яйца, молоко, все специи, все разошлось. Соль, перец. Просто хорошо-хорошо перемешиваем. Перемесили весь фарш, поставили в холодильнике. Где-то он полчаса у нас провел. Я думаю, так будет лучше. Сейчас будем лепить котлеты, дожарить их. Присыпем немножко мукой. Противень, на который будем складывать, припылим, как говорится, чтобы они не прилипали. Ну и все, формируем котлеты. Котлеты каждый делает по-разному, разных размеров, разной формы. Я буду делать такие, знаете, чуть больше среднего размера. Не совсем огромные. Когда мы были в Астрахани, Серега там делал прям вообще гигантские. Съедаешь одну котлету, то есть и ты наелся. Я буду делать среднего размера. И вот такие вот кругленькие, так сказать. Можно делать вытянутые, любой формы. Ну и немножко посыпаем мукой. С двух сторон. И все. Теперь котлетка готова. Она ждет только раскаленного масла. Лепим котлеты. Готовить сегодня будем на газовом тагане. Это такая газовая печка. Сейчас на нее поставим решетку. Установим. И сковородку нашу чугунную. Ну здесь жар легко регулировать. То есть с помощью, как на плите, в общем, конфорка. Примерно на среднем жару будем. Наливаем масло. Масла нужно достаточное количество. Вот так вот. Ждем пока разогреется и будем жарить наши котлеты. Масло у нас разогрелось. И теперь отправляем сюда наши котлетки. Проще это будет сделать руками. Аккуратненько. Все, жарим. С каждой стороны, я думаю, минутки по три на среднем жаре. Сразу переворачивать не надо. Когда зарумянится, это будет видно и понятно. Тогда перевернем. 2-3 минуты точно с каждой стороны. Идем, все покажем. Переворачиваем наши котлетки. Оба, нато. В середине уже скорочки. Олег, а когда сгорело, это называется скорочкой? Это не сгорело. Это именно скорочкой. А вот это как надо. По центру жар самый сильный. Из-за этого, скорее всего. О, деталь. А вот это нормально, кстати. Скажи, это скорочка или сгорело? Ну, это пусть зрители решают. Я воздержусь от комментариев. Просто боишься, да? Не, ну это, конечно, чуть-чуть подгорело. Но ничего страшного. Ну, в центре, потому что, да. Но ничего страшного. Первая котлетка, конечно, сгорела. Первый блин кумалу. Да. Попробовали одну котлету. Она получилась слегка недожаренной. Вот остальные уже дошли. В общей сложности жарили примерно, я уменьшил газ, и мы жарили примерно минут 10. В общей сложности, но уже на таком медленном огне, они внутри хорошо пропеклись. Ну, а так, конечно, если дома есть, крышкой накрывать сковородку. И будет отлично. Сейчас пережарим все котлеты и включимся уже на сам вкусный, на дегустации. Кстати, попробовали первую. Хоть она была и недожаренная, но очень вкусная. Соли маловато, только Виталик отметил. А так, сочные, обалденные котлеты. Ну, все, ребят, самый долгожданный момент, ради чего все это готовилось. Это дегустация и самый вкусный. Вот такое количество котлет огромное у нас получилось. Все прожарились. Здесь у нас картошка со сливочным маслом, с укропчиком, отварная. Овощи, естественно, огурчики, помидорчики, хлебушек, соль, перец. В общем, все, на столе начинаем пробовать. Налетай, как говорится. Налетай, как говорится. Вот там масло. Сейчас порезвимся, порезвимся. Прямо снизу отсюда можно. Вот так. Я хочу. Пару картошинок, котлетку. А? Она прям нежная разваливается, аж. Чего? Вот так. По соли сразу скажу. Мы одну пробовали, немножко не до соленой, поэтому сразу делаем вот так. Ну, это я себе делаю. Налетай. Сейчас продегустируем. Перчик, сладомозный. Давайте огурчики. Мерчаточки, огурчик, помидорчик. Огурчик, помидорчик, да. Ну что, деталь. Ну что, сейчас будем пробовать. Я думаю. Дегустейшн. Это великолепно. Чуть не забыли самое главное. Наелись, концовочку заснять. Виталь, как тебе вообще котлетки? Ой, котлетки прям зачетные. Очень вкусные, нежные, мягкие, как обычно. Виталь, ты как всегда переигрываешь. Я так, я так. Я же артист. Могу немножко переиграть. Почему нет? А на самом деле, Виталь, как? Нет, ну реально вкусно. Реально вкусно. Я таких котлет вообще реально не ел. То есть, ну прям первый раз. Мне очень понравилось. Ну знаешь, чего? А вот на мой взгляд, я даже, если меня накормил кто-то такими котлетами, я бы не понял, что они из щуки. То есть, понятно, что это рыбные котлеты, а вот какой-то там запаха тины, не знаю, щуки, речной рыбы, такого вообще ничего не было. Котлеты мягкие, сочные. Да, действительно, по соли не хватило. Там в тарелочке подсолили. Но это вообще, я считаю, что на вкус это никак не влияет. Каждый солит. Да, лучше не досолить, чем пересолить. Правильно, правильно. Поэтому получилось вкусно. Лайки ставьте, ребят, не забывайте за видосик. Подписывайтесь. Ссылочки все внизу в описании. Очень вкусный рецепт, ребят, попробуйте. Всем рекомендую. Всем пока.